Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. За уверенное будущее. Анапчане показали высокую явку на предварительном голосовании за депутатов ЗСК. Опасный автопробег по набережной. В автомобиле, рассекающем по главной прогулочной зоне, было найдено ещё и оружие. Праздник братского народа. Армяне Анапы отпраздновали Хачкар и 25-ю годовщину установки символа христианской веры в селе Гайкадзу. На Кубань подводят предварительные итоги «Праймерис». Жители Анапы вместе со всем краем выбирали лучших представителей «Единой России», достойных защищать их интересы в законодательном собрании. На территорию города-курорта работали 14 участков для голосования. Участки открылись ровно в 8. 4 в городе, 10 в сельских населённых пунктах. Это микрорайон Алексеевский, около 10 утра. В «Праймерис» принял участие глава города Сергей Сергеев. На участке небольшая очередь, но двигалась она быстро. Похожую картину можно было наблюдать в течение всего дня на большей части участков. Явка хорошая, активно люди приходят голосовать. В основном это и молодёжь, и пенсионеры разных возрастов. Настроение хорошее, на участке всё спокойно. Город Анапа у нас непростой город, курортный. И хотят видеть своего кандидата, своего представителя, как говорится. Людей очень много пожилого возраста, потому что, видать, пожилой возраст – это те люди, которые на самом деле нужна помощь. Информацию о том, где можно проголосовать, накануне опубликовали в средствах массовой информации, а также на официальном сайте города-курорта. На руки выдавали по два бюллетеня с потенциальными кандидатами-одномандатниками, а также теми, кто претендует попасть в избирательный список. Голосование рейтинговое. Можно было выбрать одного или нескольких претендентов. Победу одержит тот, кто наберёт больше голосов. Конечно, важно. Новая такая инициатива. Она у нас в стране только начинает. Праймерис, наверное. Начинаем мы к этому привыкать. Но, я думаю, привыкнем и, думаю, будет очень полезно. Всё-таки партия большая, кандидатов много. Можем сами выбрать, кто сможет из них продолжить дальнейшую борьбу. Ну, что даст. Я думаю, что помогут нам в улучшении благоустройства нашего города. И вообще, это же интересно, это жизнь. Активист Марина Буковец считает, что возможность влиять на списки кандидатов – ещё один инструмент влияния на политику, и им необходимо пользоваться. Я считаю своим гражданским долгом прийти проголосовать за человека, который будет представлять нашу Анапу в законодательном собрании края. И, в свою очередь, я всем, кому могла, я всем объясняла, как это важно для нас. Потому что, всё-таки, я считаю, что выборы – это очень важно. Участки закрылись ровно в восемь. Подсчёт голосов проводится в Новороссийском отделении партии. Окончательные итоги подведут в ближайшие дни. В Краснодаре состоялась краевая выставка кубанских народных промыслов, ремёсел и аграрного туризма. В масштабном и ярком мероприятии приняли участие представители всех муниципальных образований Краснодарского края, в том числе и делегации из Анапы. На улице Красной, включая Екатерининский сквер и площадь Пушкина, работали корене. Свою работу демонстрировали 400 мастеров народных художественных промыслов и ремёсел. Все желающие могли изучить презентации объектов аграрного туризма, продегустировать продукцию кубанских сельхозпроизводителей, поучаствовать в мастер-классах по различным видам народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. Агротуры по Европе, они занимают 30% от общего числа туров. 30%. А мы почему-то не можем? Кубань не может создать агротуры? Может. Просто добраться и заниматься в каждом районе, в каждой станице, пытаться главам создавать условия для того, чтобы поехал турист. Выставка является школой для дальнейшего развития. Мы видим, что из года в год мастерство растёт наших ремесленников. Радушно встречала гостей в праздничный день делегации Анапы. Заместители главы города-курорта Людмила Мурашова, Александр Колесников, заместитель председателя совета Александр Смирнов, начальник управления культуры Марина Мельникова и анапские творческие коллективы. Изделия ручной работы на ярмарке представили мастера декоративно-прикладного искусства Лариса Виноградова, Любовь Мамина, Марина Лисофенко, Евгений Козлов, Людмила Карпова. По решению жюри лучшими были названы 35 мастеров. В число победителей вошёл и анапский мастер Гончар Владимир Иванисов. Восмущение анапчан наконец услышано. Видеоролик, размещенный в социальных сетях, помог задержать нарушителей правил дорожного движения. Не первый раз пользователи сети интернет пытаются привлечь внимание правоохранителей к проблеме лихачества на набережной. Любимая жителями и гостями курорта прогулочная зона должна быть в безопасности. Этого требует и глава Анапы Сергей Сергеев. Небольшое видео в несколько секунд появилось на одном из городских сайтов. Под оглушающие звуки лизгинки по пешеходной зоне двигается автомобиль. Комментарий ребёнка говорит сам за себя. Опять они? Справедливое возмущение анапчан. Для велосипедистов движение по набережной закрыто, а для автомобилей администрация вмешалась в ситуацию. Видеоролик в полицию направили из управления по взаимодействию с правоохранительными органами. Нарушители задержали по горячим следам. Сейчас посмотрим. Из бардачка достаем всё, достаем всё. Во время обыска в машине находят пневматику и металлическую дубинку. На вопросы отвечают что-то невразумительное. Когда я ехал, вот дорога едет, обычно, да, и смотрю, там люди уже там развернутся. И как я думаю, поехать вперёд, развернуться, выехать. Сотрудникам полиции стоит поблагодарить пользователей сети интернет за помощь в поимке нарушителей. Жители Карачева-Черкесии, водительки Амрана Заматов и пассажиры доставлены в отделение для дальнейших разбирательств. В рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Анапе установили 9 новых лифтов. Принимать работу приехала Краевая комиссия. Главный критерий оценки – соответствие нормам безопасности. Многие дома в Анапе построены ещё в 80-х годах прошлого века. С того же времени в подъездах многоэтажек бессменно работают и лифты, несмотря на то, что технический срок их службы – 25 лет. В рамках краткосрочного плана программы капремонта в 2017 году для жителей 8 домов было установлено новое лифтовое оборудование. Приехала комиссия, это с министерства ТЭК и ЖКХ, общественные организации, это управляющие компании, представители фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Комиссия принимает, всё нормально, мы поднялись на шахту, лифтовую проверили там, специалисты проверили. Проверка проходит весьма требовательно. На каждом этаже проверяются кнопки вызова, обязательно прямая связь с диспетчером, надёжность крепления лифта в шахтах и тестирование электроники. Оборудование отечественного производства надёжно и проверено, ведь самое главное условие – это полная безопасность при эксплуатации. Все требования соответствуют объекты. Принимаем в городе Анапе сегодня 8 лифтов по программе капитального ремонта в соответствии с регпрограммой, утвержденной губернатором номер программы 1638. В соответствии с ней у нас идёт сейчас приёмка лифтового оборудования. Комиссия в полном составе. Пока нарушений никаких нет. Довольны и самые главные приёмщики новых лифтов – жители дома. Отмечают, что теперь до своих этажей добираться стало не только безопасно, но и комфортно. У нас, конечно, раньше был хуже лифт. Сейчас у нас совершенно новый обалденный лифт. Он хорошо работает, плавно ездит. Большую благодарность выражаем администрации города, Анапу, что облагораживает наши дома, делает, улучшает нашу жизнь. Хотелось бы очень поблагодарить. На этом программа капремонта не завершается. Специалисты ЖКХ продолжают проводить осмотры жилого фонда. В ближайшее время новое лифтовое оборудование установят ещё в нескольких домах. Кроме этого, в планах замена кровли в многоэтажках. Для анапских выпускников наступила горячая пора. 29 мая стартовал период сдачи ЕГЭ. Сегодня анапские школьники сдавали первые экзамены основного этапа по географии и информатике. Работал один пункт проведения экзаменов. Из 66 зарегистрированных на тестирование явились 50 человек. Как заверили в управлении образования, экзамены прошли без происшествий и нарушений. Завтра девятиклассники будут сдавать единый экзамен по русскому языку. А 31 мая и 11-й классники покажут свои знания в математике. Последний экзамен для анапских школьников состоится 1 июня. Армяне города-курорта и гости со всего юга России и Армении отпраздновали 25-й юбилей Хачкара, каменного поклонного креста в селе Гайкадзор. Он положил начало целому архитектурному комплексу. В прошлом году здесь открылась церковь Святого Георгия Сурбгеворг. В празднике приняли участие генеральный консул Республики Армения в Южном федеральном округе Вартана Саян, глава города-курорта Сергей Сергеев, представители духовенства и общественники. Подготовка к празднику началась с первыми лучами солнца. Бесплатная трапеза для 400 человек, традиционные хаши, лаваш. Сусана Егикян работает поваром в местной школе. Сегодня встала засветло. В 6 часов утра уже заложили в часть кастрюль баранину, в другую – говядину. Главный ингредиент – освященная в церкви соль. На дровах это все варится очень хорошо, и очень быстро, и очень вкусно. Мясо очень хорошее, жирное. Посмотрите, какой бульон. Еще и стоит, сейчас настаивается. После торжественной литургии крестный ход к первой святыне – армянской апостольской церкви на Анапской земле. Это хачкар – каменный поклонный крест. Традиция возникла в начале 300-х годов, сразу после принятия армянами христианства. Анапскому хачкару в этом году исполнилось четверть века. За это время рядом появилась часовня, а год назад открылась церковь Святого Георгия – Цурб Геворг. Ваге Шахвердян – театральный режиссер, народный артист Республики Армения – приехал на гастроли. Храм божественный. Я два дня назад специально ездил сюда, чтобы ознакомиться с условиями, поскольку наши артисты тоже будут выступать. Анапа в целом – прекрасный город, курортный город. Я так случилось, что я бывал на многих курортах Черного моря, но в Анапе я впервые. Он произвел прекрасное впечатление, чистый город, хороший город, действительно курортный город. Зритель принимал наш спектакль прекрасно, так что мы едем с наилучшими воспоминаниями. Для генерального консула республики в Южном федеральном округе поездка в город-курорт первая в новом качестве. В Анапе он был 8 лет назад. Мне очень приятно, ностальгия, потому что я встретил моих друзей, знакомых. Город расцвел, это, конечно же, радует. То, что касается наших соотечественников, конечно же, представителей нашего народа очень достойно представлены. Это город, регион, Кубань, это многонациональный регион. Тут проживают больше ста национальных, живут в гармонии в мире. Конечно же, это радует. Тигран живет в Витязево. На праздник пришел с женой и тремя детьми. Для него и его семьи комплекс в Гайкадзоре – символ духовной связи с родиной предков. Вообще, с начала построения церкви я здесь был, всегда был, всегда ходил в церковь. И перед моими глазами построили все это. И как будто так гордый, что у нас есть свой церковь, будем уже ходить, там литургия будет. Глава Анапы Сергей Сергеев наградил почетными грамотами тех, кто приумножает престиж города-курорта и поблагодарил всех, кто вкладывает душу и свой труд – врачей, педагогов, строителей, предпринимателей, тружеников практически всех профессий. Мы живем в мире, мы живем в согласии. И сегодняшний праздник – это тому великое подтверждение. Я сегодня хочу выразить вам огромную благодарность, что вы поддерживаете этот мир, что вы любите ту малую родину, на которой живете вы, живут ваши дети. Здесь же, в Анапе, отметили 20-летний юбилей со дня основания епархии Армянско-апостольской церкви на юге России. Глава города Сергей Сергеев выразил уверенность, что в будущем году также все вместе в городе-курорте отметят столетие со дня возрождения армянского государства. Открытие бювета – обширная программа для детей и почетные гости из Греции. Эти и многие другие сюрпризы ожидают анапчан и наших гостей в день официального открытия курортного сезона, который состоится 11 июня. Культурно-развлекательная программа обещает быть насыщенной. Расскажем о самом интересном. Развлекательные мероприятия начнутся с самого утра. На театральной площади в 10 часов стартует танцевальный марафон «Все будет круто», который плавно перетечет в галоконцерт участников Всероссийского фестиваля «Адрес детства России». А на улице Горького с утра и до самых сумерек будет проходить праздник кубанского изобилия «Гостеприимная щедра кубанская душа» с выставкой изделий народных ремесел и ароматными угощениями для гурманов под кубанские напивы. В этот же день в Анапе откроется еще один бювет с целебными водами местного происхождения. Для детей и их родителей в течение всего дня в Ореховой роще будут организованы игровые представления. Также все желающие смогут принять участие в бесплатных квест-экскурсиях по историческим местам Анапы. А в музее Горгипе в 18 часов начнется театрализованное представление на раскопках античной мифологии тайны тысячелетий. Ожидается приезд греческой делегации из города Побратима Ларисы. В половине девятого вечера курортный сезон в Анапе будет торжественно открыт. Шоу-программа в ритмах южного лета подхватит падающие с неба искры праздничного фейерверка. И до полуночи город-курорт будет купаться в волнах зажигательного танцевального карнавала. С началом курортного сезона начинается и летняя оздоровительная кампания. Анапские детские лагеря ежегодно принимают сотни тысяч маленьких отдыхающих со всей России. Один из самых крупнейших не только в Анапе, но и в стране. Всероссийский детский центр «Смена» 1 июня отмечает свой день рождения. И приглашает всех желающих отметить праздник вместе и дать своеобразный старт летним каникулам. Организаторы обещают насыщенную развлекательную программу. Впереди летние каникулы и каждый родитель думает, куда отправить своего ребенка. В Краснодарском крае много хороших детских лагерей. И один из них – Всероссийский детский центр «Смена». Более 20 тысяч детей из всех регионов России ежегодно отдыхают здесь. Главное в организации детского отдыха – это педагоги. Это вожатые, это воспитатели, это те, кто отвечает за досуг, те, кто отвечает за обучение, за спортивные мероприятия. В «Смене» сейчас создается парк будущего. Это Всероссийский центр профессии. По поручению президента сюда будут приезжать десятки тысяч ребят со всей нашей страны для того, чтобы получить хотя бы представление о профессии, выбрать профессию, выбрать свою мечту, кем он хочет стать в жизни. Возможно, выбрать учебное заведение. И неважно, это будет повар-кондитер, будет это парикмахер, либо это будет оператор беспилотных летательных аппаратов. На первой летней смене в этом году стартует сразу 8 тематических программ. Профориентационное направление, спорт, творчество. Каждый ребенок может найти дело по душе. В этом году по поручению президента Российской Федерации в «Смене» открывается Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего». Анатолий Гладышев из Саранска уже получил возможность обучиться новым компетенциям и профессиональным знаниям. Молодым специалистам очень важно знать и уметь пользоваться информацией, ту, которую им дают, и ту, которую они должны сами получать. А сейчас я понимаю, насколько важно задавать правильные и нужные вопросы. В нужном контексте, с нужным направлением. 1 июня «Смена» отмечает свой день рождения. Крупнейшему детскому центру исполняется 32 года. В этот день пройдет грандиозный праздник. Будут работать более 50 интерактивных площадок. Состоится торжественное открытие «Аллеи славы» и «Парка будущего». На галоконцерте выступит артистка «Блэк Стар» Клава Кока, музыкальная группа «Интонации», краснодарская группа «Гламурный колхоз». В этот день «Смена» приглашает всех друзей. На праздник может попасть любой желающий. Будет организован бесплатный трансфер каждые полчаса от Анапы по маршруту скейт-парк на улице Крепостная до ВДЦ «Смена». И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Продолжение следует...